Здравствуйте! Меня зовут Ирина Соколова, я астролог, и для Beauty 3D я представляю еженедельный гороскоп здоровья и красоты. На этой неделе, 23 марта, примерно с половины первого до половины пятого по московскому времени, пройдет лунное затмение. Наблюдать его смогут только жители Сибири и Дальнего Востока, но воздействовать оно будет на всех без исключения. Обычно лунное затмение больше всего влияет на отношения с окружающими. Так, собственно, будет и в этот раз. Тем более, что луна будет находиться в знаке весов, которые сами по себе отвечают за сотрудничество, за партнерство, за отношения, за дипломатию, ну и вообще, знаете, какую-то некоторую светскость. Но при этом Солнце будет стоять в противоположном знаке, в овне. А значит, наши личные проявления, они будут, как все овнов, слегка, знаете, такие подростковые, слишком чересчур, слишком независимые, слишком активные, ну и слишком безбашенные, собственно, порой. И чтобы не наделать бед вот с этой, с этой нашей независимостью и безбашенностью, чтобы у нас обошлось без жертв, нам придется как-то свою независимость и ее проявление, вообще проявление своей личности сбалансировать с теми обязательствами, которые накладывают на нас отношения с близкими. Ну, это не обязательно какие-то обязательства, записанные, знаете, в брачном договоре. Ну, в принципе, как бы учитывать близких в своем поведении, знаете, терпимее надо быть. На этой неделе важно сбалансировать свои личные, индивидуальные проявления, такие яркие, непосредственные, по-вновски, с интересами окружающих, ну, вообще учитывать их. Терпимее надо быть, потому что если этого не сделать, то можно и разрушить отношения. У кого-то будут просто ссоры и драки, а кто-то разойдется навсегда, и ничего хорошего из этого не будет. Причем могут быть разрушены отношения не только личные, но и профессиональные, что для некоторых даже гораздо важнее. Причем в ряде случаев, в ряде случаев этот разрыв пойдет всем на пользу, потому что когда закрывается одна дверь, всегда открываются другие. Но на этой неделе гораздо больше вероятность, что потом вы об этом разрыве пожалеете. Сейчас очень высок риск ошибок, поскольку Венера стоит в соединении с Нептуном, планетой иллюзий и обманов. И в такой ситуации деликатность и рассудительность никому не помешают. Обычно неделя до затмения и неделя после него приносят в нашу жизнь массу эмоциональных событий. Возрастает чувствительность, у некоторых влюбчивость. В этот раз влюбчивость особенно возрастет у тех, кто родился под знаком рыб. Но также возрастает раздражительность. Поэтому каких-то радикальных, судьбоносных решений, каких-то разборок серьезных в отношениях на этой неделе не надо. А самым тревожным вообще можно валерьянку еще перед сном попить, чтобы бессонница не мучала. Но тоже здесь аккуратно, потому что в полнолуние все лекарственные средства усваиваются на 100%. Их действие, ну так же как и действие алкоголя и наркотиков, особенно сильно. И так же, соответственно, сильные и все побочные действия. Ну, если вы пьете какие-то лекарства, на этой неделе можно дозу несколько сократить. Особенно сильно могут ощутить влияние затмения на свою жизнь, особенно негативное влияние затмения, представители знаков Овна, Рака, Весов и Козерогов, так называемый кардинальный крест. Им следует опасаться травм и быть максимально собранными за рулем. Ну, а начиная с 24 марта Луна начнет убывать. Наступит самое лучшее время для борьбы с лишним весом и, если кому надо, целлюлитом. Скоро лето, курорты, купальники. К этому моменту нужно подготовиться. И это время желательно не упустить. Тем более, что на диету сейчас сесть будет гораздо легче, чем в любое другое время. 26 и 27 марта выходные можете посвятить творчеству или науке. Открытия могут случиться как в той, так и в другой сфере. Ну, а можете позволить себе творческий подход к собственной внешности. На сегодня все. Увидимся через неделю.